Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Когда-то я увлекалась макраме и теперь хочу применить эту технику на проволоку. Сегодня мы сделаем несколько колечек. Сплетем колечко в виде косички из четырех концов из медной проволоки. Проволоку можно взять от электропроводки с данной маркировкой. Ее сечение 1,5 мм. Отмеряем два отрезка проволоки по 18 см. Сгибаем проволоку в кольцо. Чтобы проволока стала гибкой, обжигаем ее на огне. Затем опускаем в холодную воду. Проволоку складываем пополам и начинаем плести косички, как показано на фото. Можно предварительно потренироваться на шнуре. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok откусываем те концы которые идут сверху загибаем их внутрь из двух оставшихся концу делаем две петли имитирующих рисунок начала плетения загибаем и откусываем лишнюю проволоку длина заготовки 5,8 сантиметра ее надо поместить на наковальню и слегка выровнять с плоской стороны из торца после этого ее длина увеличится где-то на 0,5 сантиметра длину заготовки и ее толщину можно регулировать ударяя по ней с торца можно сделать кольцо больше или уже сплетем колечко из двух концов проволоки отмеряем 30 сантиметров той же проволоки обжигаем ее на огне и складываем пополам поочередно делаем петли правым и левым концом сантиметра длина заготовки и левым концом заготовки и левым концом Укорачиваем один конец и загибаем его вверх, другим концом обкручиваем и отпусываем лишнее. Теперь выравниваем заготовку на наковальне с плоской стороны и с торца. Таким же образом можно изготовить браслет. Очень красиво смотрится изделие, если использовать проволоку в два или три сложения. Теперь сделаем два колечка, похожих по дизайну, с использованием геркулесового узла. Для этого нам нужна проволока для основы с сечением 2,5 мм. Отмеряем для двух основ колец по 14 см. Слегка отбиваем концы плоской стороной молотка. Затем острой стороной молотка делаем насечки, создавая эффект мятого металла. Напильником зачищаем концы. Для оплетки нам нужно 25 см проволоки 0,5 мм. Кладем ее под основу и завязываем узелок. Правый конец кладем на основу влево. Левый кладем поверх правого конца и заводим его под основу в образовавшуюся петлю. Теперь делаем то же самое, только с левым концом в правую сторону. Действия повторяем. Продолжение следует... Сделаем похожее колечко, только в центре будет спираль. Отобьем концы проволоки плоской стороной молотка и зачистим напильником. Завяжем на основе узелок проволокой 0,5 мм и начнем плести геркулесовый узел только в одном направлении. В результате получится спираль. Продолжение следует... Делаем чернение серной мази. Как делать чернение смотрите подсказку. Или ролик под названием чернение меди, патинирование серной мази. Осталось придать форму колечкам на кольцемере. Интересно, что раньше кольца называли перстнями. Слово перстень произошло от общеславянского слова перст, то есть палец. Буквальное значение кольцо, надетое на палец. Царь Соломон в своей книге «Песни-песни» вызывал к своей возлюбленной. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою. Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Поэтому не случайно молодожены обмениваются своими кольцами в день бракосочетания. А в Новом Завете есть притча о блудном сыне, который забрал еще у живого отца часть своего наследства, ушел в другую страну и расточил имение свое, живя распутно. Когда деньги закончились, ему пришлось работать свинопасом, и от голода он хотел есть даже пищу у свиней. Тогда он пришел в себя и сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Так отец в знак своей отцовской любви к сыну подарил ему перстень. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok